для начала я снова хочу поблагодарить всех тех зрителей то на протяжении всего этого времени донатит, помогает всяческими способами каналу благодаря чему канал вот уже 10 лет существует канал антитопор спасибо вам ребята за все спасибо за любые суммы которые вы донатите это могут быть и маленькие могут быть и не очень маленькие но они бывают вас немного но на вас держится канал еще раз благодарю хочу также сказать что календари вокруг света армянского до сих пор имеется если вы не приобрели за 23 год обязательно приобретите чтобы у вас был полностью комплект начиная с 19 года а если вы вообще ни разу не приобретали так сам бог велел вам приобрести календарь хотя бы начните вот с 23 года потому что это такой кладезь армяноведения на каждый день информация что случилось в армянском мире в ту или иную эпоху начиная там древних времен кончая наши в ней 2000 там 22 года 23 нету еще конечно но до 22 года включительно вся информация как заказать под этим самым выпуском где вот имеются банковские реквизиты для донатов там сбербанк патреон бусти там же и написано как заказать календарь заходите по ссылке и делайте все так как там написано если вы живете за пределами российской федерации и не можете воспользоваться этим самым аппликейшеном этой к анкетой и услугами сбербанка то ничего страшного можете мне написать на электронную почту адрес электронный там тоже имеется водар собака mail.ru и я вам расскажу как значит заказать этот календарь для дальнего зарубежья как сказать да и ближнего за пределы россии имею ввиду ну а теперь штопанный гордон как я назвал этот выпуск знаете меня очень удивляет один человек на украине я сразу хочу попросить прощения у тех кому не нравится на но нас так в школе учили говорить на украину они в украину нас это кто в русскоязычной школе учился и так удивляет меня дмитрий гордон как уже не сложно было догадаться догадаться ну всем известно на чем он делал состояние свое в 90-х и нулевых рекламируя мошенников тех лет рекламировал пирамиды финансовые за большие деньги пиарил того самого известного шарлатана анатолия кашпировского помните да смотрите телевизор вы выпейте там водички и все ваши швы вместе с родинками рассосутся так вот и тогда миллионы наивных домохозяек попали на бабло часть из которых ушло гордон я-то думал он остепенился хочет страну свою привести цивилизованному демократическому обществу презирая любые формы диктатуры и автократии ведь именно против всего этого рату гордон так ведь да я думал что он остепенился но кто из нас в бесшабашной молодости не клевал на все то что блестит на то она и молодость чтобы совершать ошибки спотыкаться падать ниц но приходит время подниматься отряхиваться и идти чтобы больше не падать но нет годы идут а гордон все в лес смотрит и натягивает самого себя на всех и вся проверяя так сказать свой гордон много раз заштопанный деньгами шарлатанами мира сего особенно восточными когда с помощью турок и пакистанцев их прокси россии за спиной азербайджан равнял землей арцах убивая в 2020 году и гражданское армянское население арцаха стариков стариков куча видео гуляет как они уничтожают стариков и записывают на камеру и когда азербайджан с коалицией завоевывает юг арцаха а ее большую западную часть получает в подарок от россии я имею ввиду бердзорский карвачарский район гордон восхищается при этом алиева восхищается кровавым тираном убийцей диктатором говорит о нем с уважением это гордон который стремится к демократии увести украину к демократическому цивилизованному обществу ну тогда я махнул на эту рукой ну думаю каждый по-своему ведь с ума сходит я махнул рукой тогда когда гордон на францию наехал недавно узнав что франция передает армении военную технику летательную а также бронетранспортеры по моему там три десятка если я не ошибаюсь гордон стал метаться мол армения все это передаст россии а та станет ею утюжить украину но когда в беседе с азербайджанским журналистом гордон подался на провокацию а каждая беседа с азербайджанскими журналистами как известно не отходится ими без антиармянских провокаций и гордон на них клюет говоря я проклинаю страны что россии что-то передают это было сказано в адрес армении причем армении нечего россии передавать она сама готова чего-нибудь взять на самом деле тебе это демократическая и цивилизованная украина как кость в горле ведь с бандерлогов то проще заработать особенно сейчас когда весь мир украине помогает чтобы не воевать скажем когда ты экипирован хорошо вооружен хорошо прикрыт с тыла из фланга прямо как твои дружки азербайджанские задницы которых постоянно кто-то прикрывает они даже флаги свои устанавливают при помощи россии которая прикрывает им зад они настолько боятся армян что в шуше декларации с турками подписывают о единой армии потому как когда они одни и армяне тоже одни то последний дают им мзды и они это знают азербайджанцы а ты демократ тоталитарного разлива гордон настолько восхищен диктатором алиевом что не замечаешь главного он экспортирует в европу российский газ так почему ты восхищаешься алиева или эти деньги не убивают украинцев несправедливо ли было бы в таком случае в таком в таком ключе с проклятиями обратиться к азербайджану так вот гордон знаешь закон бумеранга то никто не отменял как вообще ты можешь говорить что либо в адрес армении когда в 2020 году вместо того чтобы осудить азербайджан ты делал вид что ничего не происходит это задолго до начала вот этих вот военных действий россии на украине ты же молчал ты же делал вид что ничего не происходит в варцахе ладно в карабахе тебе так больше нравится ты же молчал а в киеве харькове любови львови где армянское присутствие со средних веков вы вывешивали плакаты с поздравлениями азербайджан но так вкуси и выкуси в таком случае я не знаю правда или нет что украина поставляла оружие азербайджану во время войны не имею достоверной информации но знаю что поздравляла и это точно и этого мне уже достаточно но проклинать я не буду не буду я проклинать украину украинский народ я не бабка у подъезда чтобы проклинать и плеваться вообще скажу тебе гордон по секрету и тебе и всем кто предает святую армянскую землю давшие человечеству второй шанс и напоминающий об этом радугой я деятельная я надеюсь ты понял о чем я все-таки это же умный человек это написано и в талмуде и в библии в коране то что сейчас сказал про радугу про вторую жизнь враги армян живут недолго их империи тают на глазах когда плохо нам армянам страдает пол земли когда не было россии не было украины тем более и уж тем паче азербайджана армения попала под власть рима и стала ее самой крайней восточной провинции многие армяне пролели тогда кровь особенно крестьяне через несколько лет у римской империи начались проблемы гражданская война переросшая в потерю ряда земель помпею который присоединил насильно армению пришлось бежать но потом он лишился головы через многие века армению союзницу византии терзают туркменские уже племена пришедшие с востока истреблены сотни мирных жителей константинополь закрывает на это глаза и ищет пути сближения с туркоманами предов армян и что становится с константинополем верно через несколько лет он пау закончилась византия начатый с 1896 года геноцид армян и продолженный до 1915 года положил конец некогда могущественной османской империи а сумгаицкие и бакинские события карабах привели к распаду советского союза тоже некогда могущественной коммунистической империи которая занимала 1 6 часть света что будет теперь а теперь будет плохо всем тем кто плохое желает армении армянам в Арцахе Арцах для меня та же Армения мне все равно так что повторюсь гордон закон бумеранга никто не отменял а ты как был ангажированный журналюгой им же и остался не в Берлин и Париж тебе стремится а в Баку и исламабад там твои кумиры гордон штопанный